приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодняшнее видео это мой уже пятый отчет в рамках совместного проекта символ года организовала этот проект ирина с канала ирина поливода на нее и на всех девочек участниц я оставлю ссылочки в инфобоксе очень интересные вдохновляющие вещи вяжут девочки и не только вяжут в рамках этого проекта кто-то вышивает кто-то рисует картины можно шить можно лепить не важно все что вашей душе угодно вы можете делать в рамках этого проекта я думаю концу года когда многие рукодельницы с похватятся и захотят что-то связать или еще что-то сделать символикой года тигра наши видео придутся как нельзя кстати и много вдохновения вы почерпнете из этих видео ну а я продолжу значит в рамках этого проекта я заявляла детский кардиган уже не буду 10 раз напоминать из какой пряжи я его вяжу многим уже это известно и вижу я его также многие знают что с жаккардом по спине виде вот такой вот морды тигра значит это у меня наверное за последнее время самый многострадальный процесс сколько раз я его перевязывала это уже даже не сосчитать то изначально не понравилось как ложится жаккард потом мне не понравился воротник не понравились рукава в общем все уже детали этого кардигана я перевязывала на несколько раз и вот на данный момент на какой стадии у меня находится кардиган мне необходимо его как можно быстрее уже закончить потому что он у меня также заявлен в проекте сезон готовых работ и сейчас вот у меня остается вязать только низ изделия рукава я вывязала как видите я не стала делать широкие полосы я связала вот одну полосочку вот такую и краешек рукава также связала получается здесь у меня два ряда черного цвета потом я связала еще два ряда полы резинки и закрыла все иглой и получился вот такой вот рукавчик после вы то он наверняка еще под растянется разровняется и будет более красивый вид у рукава значит теперь мне остается только гнать длину изделия вниз что я планирую сделать внизу этого изделия возможно я оформлю точно так же как вот этот вот рукав и еще мне понравилась одна идея которую мне подсказали сделать накладные черные кармашки возможно я тоже это сделаю посмотрим как у меня будет получаться может быть мне не опять не понравится и я не захочу воплощать эти кармашки вот на этом кардигане по ходу вязания я буду смотреть как получается и ну я надеюсь что я уже не буду распускать много если только в самом низу в общем вот на такой вот стадии сейчас у меня этот кардиган конечно же я вплотную сейчас займусь им потому что мне нужно будет его уже в ближайшее время заканчивать и как готовую работу представить в отчете совместного проекта сезон готовых работ что еще я вязала помимо кардигана в рамках этого совместного проекта я думаю вы тоже уже кто смотрит за мной знают это вот такой вот тигр у меня связался и я еще начала две игрушечки 2 тигра я довязала доделала все все запчасти все личико оформила все сделала хвостик пришила все но он у меня посмотрите получился совсем другим да во первых я его немножко иначе стала вязать по мастер-классу в этом тигренки все вяжется отдельно кроме того что вот ножки потом вяжутся вместе с брюшком а отдельно все пришивается здесь же я решила сделать иначе я также ножки связала вместе с брюшком тут же ввязала ручки получается лапки до передние и продолжила вязать голову не отделяя нитку не отрывая и она у меня вот вязала голову я по наитию в принципе примерно знала как там вязать прибавки убавки как делать но так вот и связала может быть то что еще набила по-разному вот здесь вот брюшко более такое сытая да здесь он похудее и мордочка здесь получилось поменьше ну не знаю в принципе мне оба нравятся такие оба имеют место быть ушки также как бы отдельно пришивала мордочку оформляла самая кропотливая и для меня не очень любимое такое дело вот значит вот такой вот второй вот у меня тигренок получился в этот раз а еще я вязала тигра девочку она у меня пока по-прежнему находится на той же стадии что и я ее оставила прошлый раз то есть вот голова тело вывязано есть также ушки мордочка у нее и нужно еще вот полосы на ней вышить но я повторюсь для того чтобы оформить красиво эти игрушки это нужно особое вдохновение чтобы на тебя нашло не очень это такое оказывается простое занятие как я думала раньше поэтому я надеюсь что к следующему отчету я уже закончу возможно даже и кардиган и возможно даже вот эту вот девочку тигрушу вот такие вот работы у меня на данный момент а вопрос на этой неделе которая нам задавала ирина поливода звучит так если бы вы придумывали животных для гороскопа то какое животное выбрали почему оно вам нравится больше всего я как обычно раздумывала над вопросом ирины хотелось как-нибудь интересно оригинально ответить но я начала всех животных перебирать у себя в уме и смотреть на их характеристики и если честно вот ну ничего нового я придумать не смогла мне кажется нет смысла изобретать велосипед потому что все животные ну давайте вот перебирать если этих животных они действительно характеризуют какие-то особенные черты у человека то есть мне кажется что уже сейчас если взять конкретно человека который родился в тот или иной год то он действительно похож на это животное по крайней мере в моем окружении именно так вот если я собака в год собаки имею ввиду родила конечно же то и черты вот характера собаки мне присущие при том они ярко выражены если у меня дочь родилась в год обезьяны то вот если честно нам только пальмы не хватает пальмы и лиан в доме и вот это вот действительно обезьяна и характер у нее вот такой шабутной и сама она вот такая вертка и без конца везде лазит лезет и так далее и я знаю что многие говорят что все дети такие да дети такие но вы знаете во первых у меня она вторая я знаю какие бывают дети по сравнению и сама я была тоже ребенком поэтому все дети шустрые и так далее любознательные но если у человека присущи вот эти вот непоседливые черты так они действительно есть ну и если вот перебирать всех родственников своих вот этих животных ну действительно похоже действительно есть вот эти вот отличительные черты характера возможно это все как бы психологически навеяно нам раздуто и мы хотим это видеть все в человеке возможно я не буду с этим спорить может быть на самом деле все не так но я считаю что на данный момент все года какие есть даже тоже может быть кому-то не нравится крыса или свинья у этих даже животных есть очень хорошие качества даже наблюдая за ними в природе можно заметить что свинья на самом деле очень чистоплотное животное по физиологии она больше всех похоже с человеком та же крыса ну такой изворотливый ум это тоже надо иметь поэтому нет таких животных в гороскопе на данный момент на мой взгляд которые могли бы вот прямо проситься на то чтобы их заменили поэтому предпочитаю тех животных какие уже есть и меня это все вполне устраивает ну а на этом я пожалуй закончу со своими рассуждениями на тему гороскопа и напомню вам чтобы вы не забывали подписываться на мой канал смотреть за моими дальнейшими продвижениями по процессам обязательно ставьте лайки пишите свои комментарии ну а я не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока